Ежегодно около 200 пляжей Сочи проходят специальную проверку. Как правило, паспорт соответствия и готовности к приему отдыхающих арендаторы получают еще до официального открытия курортного сезона. Но в этом году он стартовал раньше обычного. Поэтому пока инспекторами сочинского отделения ГИМС были проверены и допущены к эксплуатации только три пляжа из 69, входящих в зону их ответственности. Сейчас, я смотрю, начинается в таком экстренном режиме вводиться пляжи. То есть самая тяжелая пора для нас, потому что там по несколько, вплоть до 10 пляжей, видимо, в день будет, потому что поступает заявление. Что хотелось бы сказать владельцам пляжа? Ну, вообще, как бы стараться заранее немножечко готовиться к сезону, то есть не ждать последнего момента. Сегодня сотрудники ГИМС проверили береговую полосу санатория Заполярье. Осмотр начинается с проверки всех правоустанавливающих документов, а также необходимой служебной документации. Затем арендатор показывает инспектору установленное на пляже оборудование, которое необходимо не только для получения паспорта готовности, но прежде всего для недопущения несчастных случаев. Пляж санатория Заполярье – один из показательных примеров в плане благоустройства и обеспечения безопасности людей на воде. Дно прибрежной акватории очищено, в воде на расстоянии 50 метров от пляжа установлены буи. Также на самой прибрежной территории расставлены информационные стенды и спасательные круги через каждые 25 метров. В зоне ответственности арендатора – 310 метров береговой полосы, поэтому здесь установлены 4 спасательных поста. За отдыхом людей наблюдают не только профессиональные матросы, но и камеры, установленные на всей прибрежной территории. Мы всегда стараемся вовремя открывать пляж, стараемся вовремя всё делать. То есть, это же не зависит, погодные условия. Сегодня дождик, завтра солнце. Гостям же не объяснишь, почему не подготовлен пляж. Он всегда должен быть готов, чтобы люди пришли, отдыхали, наслаждались нашим солнышком. Завершить проверку всех пляжей сотрудники ГИМС рассчитывают через 2-3 недели. А за работу без соответствующих документов арендаторы понесут ответственность. Не только перед отдыхающими, но и перед законом. Татьяна Нагорская, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.